Однажды к одному пастырю подошла одна сестра и говорит «Брат, посоветуйте, что мне делать? У меня такой есть дар – замечать ошибки проповедников. Что мне делать с этим даром?» Он сказал «Сестра, побыстрее его закопай». Иногда, братья и сестры, бывает так, что люди сидят в зале, и у них не обладают вот таким даром – замечать ошибки проповедников. Поэтому мой совет – если вы пришли сюда с таким намерением, вы ничего не услышите от Господа. Поэтому лучше настроить свое сердце на то, что Бог говорит, и, может быть, Он сегодня что-то скажет лично для меня. Я не в совершенстве владею русским языком, простите меня. И если мой русский не такой, как чей-то, простите меня тоже, пожалуйста. Если ударение моих слов не стоит там, где правильно, я не в совершенстве этим владею. Не зайдите к моей немощи, пожалуйста. И давайте мы откроем сегодня с вами одну очень интересную книгу. Я когда смотрю на эту книгу, я подхожу к этой книге как к огромному букету цветов, в вазе которого находится 150 цветков. И с какой бы вы стороны на этот букет не посмотрели, он просто великолепен, он сияет, он прекрасен. Потому что каждый цветок дышит. Дышит этой неземной красотой отношений этого человека с Господом. Книга «Псалтырь» – это очень интересная книга. Книга с разной тематикой. Если у вас любое настроение в вашей жизни, вы можете найти там утешение для себя. Вы можете найти ободрение или радость. Вы можете найти обличение. Вы можете найти этот колорит гармонии отношений с Богом. И применить это лично в своей жизни, как это делал Давид. И в псалмах своих он разговаривал часто с Богом, но потому они называются псалмы, что он и писал их для пения. К сожалению, мы не знаем, наверное, ни одной точной мелодии, ни одного псалма, которых написал Давид. Но мы сегодня имеем тексты этих псалмов. На некоторые из них композиторы написали музыку, и эту музыку поют сегодня только в исполнении хоров. В некоторых церквях, в некоторых церквях поют псалмы Давида, поют. И вот когда мы читаем, что если вы хотите исполняться Духом Святым, то назидайте друг друга псалмами. Думаю, что как раз вопрос идет о тех псалмах, которые содержатся в Писании, в книге «Псалтырь». И Писание называет, что Давид был человеком, сладким певцом. Разные певцы бывают, да? Разные. Знаете об этом? Есть сладкие, есть не очень. Вот Давид относился к сладким певцам. И поэтому Писание его называет «сладкий певец Израиля». О чем сегодня он нам споет, братья и сестры, этот муж Божий, Давид? О чем он споет нам сегодня? Давайте мы откроем псалм номер 100. Ваши Библии откройте, и мы прочтем, о чем нам споет сегодня Давид. Псалм номер 100 начинается следующими псалмами. «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь». Давид прекрасно понимал такого Бога, о котором он сейчас говорит в этом тексте. Он понимал Бога как милующего Отца. И одновременно Давид понимал Бога как Судью праведного. И вот это сочетание в одной личности, этих многих качеств, милости и суда, оно восторгало Давида. И исследуя Бога в своей жизни, открывая его для себя, через действия Бога в его жизни, Давид понимал, что тогда, когда он заслуживал милости, а мы по сути своей не заслуживаем ее, когда мы заслуживаем суда, он получал, получал милость. И когда он оценивал Бога милующего, когда он оценивал, насколько огромна, велика эта милость, он приходил к пониманию, друзья, что он не мог это представить. И вот когда мы открываем 35-й псалм, в 6-м тексте сказаны такие слова. «Господи, милость Твоя куда? До небес». Кто скажет, сколько это? Как велико это расстояние? Там не сказано, милость Твоя до неба. Милость Твоя тысячу метров, 10 километров. Милость Твоя до небес. До каких небес? Каково расстояние туда? Давид не мог это измерить. И поэтому он делает это заключение, Господи, так огромна она Твоя милость, что она до небес. И об этой милости я хочу петь тебе. Потому что Ты Бог милующий. Братья и сестры, и в этом же 35-м псалме, когда, например, вот в 8-й тексте сказано, что «Господи, как драгоценна милость Твоя!» Давид говорит следующие слова, что она не имеет цены. Это милость от Господа. И он этим дорожил. Он этим дорожил. Братья и сестры, знаете, тогда, когда наши дети заслуживают наказание, или мы с вами, и вдруг с нами кто-то поступает милостиво, тогда, когда мы точно заслуживаем наказание. Скажите, вам ценен поступок этого человека, который оказал вам милость или нет? Очень, если мы оцениваем это правильно. Если тогда, когда я нарушил правила дорожного движения, и меня остановил полицейский, я точно знаю, что я заслужил тикет, и он говорит, «Окей, я прощаю, езжай, счастливо». Скажите, с каким сердцем мы уезжаем с этого места, когда он нас отпустил? Пронесло или как? Или мы все-таки где-то в душе, «Господи, а все-таки не все они плохие, да?» Есть среди них нормальные люди? Есть среди них те, кто способны оказать милость и простить? Но не все же они плохие. Вот так иногда бывает и когда мы с детьми. Он заслужил наказание, точно заслужил. Но мы говорим, «Сын, я...» Папа прощает тебя. Ты достоин наказания. Но папа тебя прощает. Братья и сестры, Давид этого Господа знал. И когда он говорит, что «Помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости», он понимал, что Бог оказывает это к нему каждый день. «Помилуй меня, Господи, по великой Твоей милости». Как мы должны в нашей жизни? И Яков на этот вопрос отвечает очень просто. «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Вот если бы, чтобы сердце наше было похоже так, как у Бога, Бог милует нас тогда, когда мы заслуживаем наказание. Вот если бы мы так научились, я и вы в жизни своей миловать тех, кто заслуживает наказания. Потому что если мы с жестокостью будем подходить к людям, с высокомерием и напыщенностью, если мы не в состоянии в своем сердце оказать милость человеку, когда он заслуживает суда, вот, друзья, не спешите на приговоры и суд. Потому что суд, праведный суд, он принадлежит праведному Богу. И когда я открываю книгу «Псалтырь», это же, я подхожу еще к одному цветку, это 50-й псалом, посмотрите, в 6-м тексте говорит, «Тебе единому согрешил я и лукавой предачами твоими сделал». Замечайте, что говорит Даваид. «Так, что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». А Давид понимал, что Бог, он праведен в приговоре своем. Это справедливый судья взяток не берет. С ним договориться нельзя. Знакомства нет, блаты не проходят. Ничего нет подобного в отношениях Бога и людей. И Бог, если что-то выносит, какой-то определенный приговор, Он выносит его всегда без лицеприятия. Он не смотрит на лицо. Веня, Ваня, Федя, Маша или так далее. О, этому можно, а это по всей строгости. Нет. Это мы люди такие, да. Бог не таков. И если он выносит приговор, этот приговор, друзья, всегда справедливый. Значит, мы этого заслужили. И в суде своем всегда Господь чист. Давид это прекрасно понимал, братья и сестры. И вот заметьте, что если Давид понимал Бога таким, который является и милостивым, и одновременно Богом судящим, и если этот Бог не просто судящий когда-то за что-то, но если это Бог... Давайте откроем седьмой псалом. Седьмой псалом из этой книги. Мы прочтем, каков же этот Бог, которого понимал Давид. Посмотрите, братья и сестры, двенадцатый текст этого цветка, этого псалма седьмого. Бог судья праведный и Бог всякий день строго взыскивающий. Мы можем пугать людей каким-то Божьим судом, что Он есть и будет для всех нечестивцев, но иногда мы можем упускать эту очень важную деталь из нашей жизни, что Бог наш, мой и ваш, это Бог, который всякий день строго взыскивающий. К чему это нас обязывает? Если мы знаем и понимаем Бога такого, к чему это нас должно обязывать, братья и сестры? Если Бог за нами наблюдает каждый день, если Он смотрит за нами и фиксирует все, и знает все, контролирует все, к чему это меня лично должно обязывать? Что начинает делать Давид, братья и сестры? Понимая Бога таким в своей жизни, строго взыскивающим каждый день, за каждый день, Он начинает подвергать анализу своей жизни. Давайте мы начнем сегодня это тоже с себя. Итак, с чего Давид начинает анализ своей жизни? Он начинает его со следующих слов. Этот сотый псалом, буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Всякое дело, всякое дело, оно начинается с мыслей. И мы иногда говорим, идея пришла. Что это значит? Мысль пришла. Нужно действовать, нужно осуществить это дело. Пойдем, поедем, сделаем. Друзья, всякое дело начинается с мыслей. И если Давид говорит, что я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне, то есть, когда ты станешь жизнью моей, моим достоянием, Давид начинает очень правильно. Давид начинает с размышления своего сердца, размышления своего ума. И заметьте, как мы контролируем наши мысли? Может быть, через нашу голову, через наше сознание, понятно, проносится рой мыслей. Но из этого всего роя Давид выбирает правильный путь. Он начинает все отметать и искать. Среди этого каламбура, хаоса и суеты мыслей, он начинает искать какой-то определенный, четкий, конкретный, Божий непорочный путь. Это чистые, Божьи, святые мысли. Все то, что не свято, он начинает это отсекать. И он говорит, я начну о этом пути размышлять с моего сердца, с моих мыслей, когда ты придешь ко мне. Заметьте, братья и сестры, что очень часто в этом псалме Давид употребляет это слово «буду». Значит, я даю обещание, я даю определенное, я буду петь тебе, Господи, я милости и судьбу, я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Братья и сестры, друзья мои, что такое непорочный путь? Непорочный путь – это путь отделения от зла, прежде всего. Это путь без порока. Это путь святости и чистоты. А если мы послание эфесянам посмотрим, апостол Павел очень одну интересную деталь сказал относительно церкви, 5.27. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была, церковь Христова, свята и непорочна. Иисус Христос для того, чтобы дать нам право вот так жить, свято и непорочно, это возможно, это не сказки, это не какие-то мифы, это не фантастика, это реальная жизнь, которая была не только дана когда-то, может быть, Ною, Давиду, Моисею, или Захаре, Елизавете, еще Марии, или так далее. Это нет. Это та возможность и тот путь, которым Бог предлагает, чтобы мы сегодня шли, церковь Его. За вот этот путь Христос жизнь отдал свою. За то, чтобы Его церковь, она была свята и непорочна пред Ним, потому что святую церковь Бог будет поднимать в небеса. Это путь святости и чистоты, это путь полного и безоговорочного послушания Богу. Вот это непорочный путь. Давид, он желал этого. И в 118-м псалме, 33-м текстом, говорит следующее слово, «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Заметьте, эта мысль сегодня еще раз прозвучит. «Я буду держаться его до конца». Друзья, не какое-то время. До конца моей жизни это тоже обет. Это то, что мы даем или делаем, когда принимаем крещение. Не мы вступаем с Богом в завет. Бог с нами, с людьми, заключает завет в своей крови. Мы только верой входим в этот завет, который Бог с нами заключил в жертве своего сына. И прекрасно это понимая, братья и сестры, Давид знал, что перед Богом, который является святым и непорочным, нужно так и жить. Помните, однажды является Бог Аврааму и говорит следующее слово, «Авраам, ходи предо мною и будь непорочен». Зачем? Ведь нельзя ли жить, просто жить, как придется? Нельзя ли жить от обстоятельств? Нельзя ли жить от случая к случаю? Нельзя ли жить по понятиям, в конце концов, как некоторые живут? Нельзя ли жить? Можно. Но почему-то Бога это не устраивает. И Бог предлагает определенный путь. И Он говорит, «Авраам, помни, что я смотрю за тобой. Помни, что я наблюдаю за тобой на всех твоих путях. Я наблюдаю, Авраам». Поэтому, если ты находишься в поле моего зрения, ходи предо мной и будь непорочен. Братья и сестры, вот камеры наставлены. Видите, да? Видите камеры? Это все равно то, что это как будто Бог смотрит на нас, правда? И мы, когда камера смотрит на нас, ну мы сразу красивые, хорошие, вот жвачку не жуем, там еще что-то не делаем. Все так, все нормально, да? Когда камера. А представьте, что эта камера каждый день, 24 часа в сутки за нами вот так. Так это пред людьми, друзья. А как пред Господа? Ходи предо мною. Предо мною, в поле моего зрения, моих очей и смотри, что я за тобой наблюдаю. Потому это обязывает меня к тому, что я должен быть непорочным пред Богом. Свято и честно, праведно жить в этом мире. Ходи предо мною и будь непорочен. Братья и сестры, Бог от этого ничего не теряет. Бог остался и будет всегда Богом. И от того, как мы живем, Бог ничего не теряет. Теряем только мы. И Бог не может включать свои обетования для нас, если мы непорочно и свято не живем. Бог включает свои обетования для тех людей, которые однажды встали на этот путь и не захотели размышлять над этим путем, чтобы это стало и жизнью. Что Бог делает со своей стороны? Кто ходит путем непорочности, того, кого Господь ничего не лишает? Не лишает благ. Не всех. Да, для всех людей Бог посылает солнце. Аминь. Для всех Он посылает. То есть, есть какие-то определенные условия для жизни на этой земле, в которых мы нуждаемся, и Бог со своей стороны. Это делает для всех, для праведных и неправедных. Но у Бога есть нечто, что стоит особо. Это для тех людей, которые положили из себя на этот жертвенник, сгореть для себя этого мира и стать святыми и чистыми Богу и служить Ему в святости при Ним. И Бог включает свои обетования, и Он не лишает благ тех, кто ходит перед Ним непорочно. Братья и сестры, Бог обещает охранять таких людей на наших путях. И сказано в Писании, что Он щит для ходящих непорочно. Это книга Притчи 2.7. Он щит для ходящих непорочно. И что особенно для меня ценно, братья и сестры, тот, кто ходит непорочно. Вы вспоминаете еще один цветок из этой книги? Это 14-й Псалом, помните? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно. Тот, кто ходит непорочно, это дает ему право, дает ему право быть с Богом на небесах. Дорогие мои, ходить непорочно здесь, в молитвенном доме, не хитрое дело. Правильно? Правильно. Все мы одинаковые. Очень все. Но Давид идет дальше. Давид, братья и сестры, понимает, что когда он выходил как царь в царском одеянии преднарода, когда он выходил как военачальник перед свое войско, да, они видели его как царя и военачальника. Они видели Давида, друзья, но были моменты, и каждый день это было, когда Давид, наверное, снимал с себя это царское деяние, когда он снимал с себя это сбруевое начальника, и он появлялся в доме своем, как отец, не как царь, и не как военачальник. И вот Давид, когда говорит, с чего он начинает анализ своей жизни, он начинает его не только из своего сердца, из своего ума, братья и сестры, он начинает его из своего дома. И вот слова, которые он говорит во втором стихе, буду ходить в непорочности моего сердца, где? Посреди дома моего. Это намного, намного сложнее, чем просто предстать друг при другом здесь. Друзья мои, мой отец очень много, много лет был служителем церкви. И я видел отца, как пресвитера в церкви. Но когда он возвращался домой, он становился моим отцом. И я видел жизнь моего отца не в церкви, в доме, его доме, в котором я жил. Когда снималось, возможно, вот это обмундирование или костюм служителя, пресвитера, и он представал как отец. Но, друзья, пресвитер, он всегда пресвитер, везде. Служитель, священник, певец, он всегда и везде одинаков в доме своем, в церкви и так далее. Но часто бывает так, что вот эту непорочность мы можем только здесь проявлять, когда же мы возвращаемся в родное и уютное гнездышко. Где-то все девается, куда-то все исчезает. Очень много примеров непорочных людей в Писании, но это примеры прошлого. Воистину, это были герои веры, но это не только был Ной, о котором засвидетельствовал Бог, это не только была Мария, простая девушка, это не только были люди преклоннейшего возраста, как Захария и Елизавета, это не только был Иов, о котором даже перед самим сатаной Господь сказал, что он непорочный и праведный человек. Но когда я смотрю даже на жизнь этого Иова, человека Божия, братья и сестры, у него было определенное желание, он понимал Бога, он понимал ответственность своей жизни перед Богом, он понимал, что когда-то пред этим Богом придется отвечать, и в непорочности своей Иов ходил пред Богом, жил, дышал этим Господом. И он однажды говорит такую фразу, в 27 главе пятым текстом он сказал, что доколе не умру, заметьте, друзья, эти слова, это то, что я сказал, когда говорил Давид, буду держаться его до конца, Иов говорит, доколе я не умру, не уступлю непорочности моей. Друзья мои, это очень ответственно и очень серьезно, то, о чем мы сегодня говорим. Когда открываю послание эфесянам, первую главу, апостол Павел говорит следующее, так как он, четвертый текст, так как он избрал нас, меня и вас, в нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. А вот какова цель Бога по отношению его церкви. Но в церкви мы встречаемся только несколько часов в неделю. Вся наша остальная жизнь, она происходит вне церкви, она происходит на улице, она происходит на работе, на учебе, она происходит в доме. И вот как раз Давид, когда начал анализ своей жизни, он хотел его начать из своего дома. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы точно то же самое это произошло и у нас. Чтобы начали мы со своего дома подвергать анализу нашу жизнь, понимая, каков наш Бог. И что Он желает нас видеть всегда святыми и непорочными. И заметьте, Давид говорит, что я буду размышлять, буду обязательно о пути непорочном. И следующее, что он говорит, я буду ходить. Я обещаю Господу ходить перед ним непорочным. Когда он размышляет о непорочном пути, о непорочной жизни, он смотрит на многие практические вещи, которые он должен сделать. Непорочный путь, он не приходит сам откуда-то просто так и не ложится пред нами, вот я. Непорочного пути нужно достигать. По непорочному пути, чтобы идти, нужно отметать направо и налево вещи, которые подсовывает нам лукавый или этот мир. И говорит, нет, это не Божье, нет, это не свято, нет, это не чисто, я отказываюсь принимать это, потому что это не от природы Божьей. И вот когда мы начинаем отрезать, отметать все то, что не свято и не чисто, мы вдруг начинаем видеть, резкость наводится, что есть какой-то определенный чистый Божий путь. И по этому пути Бог хочет, чтобы мы шли, потому что Он для этого нас избрал. И вот что говорит братья и сестры Давид, он говорит, что я не положу перед очами моими вещи непотребной. Это вещь, которая толкает меня на грех. Сделайте анализ своей жизни. Сделайте анализ вашего дома, ваших комнат, вашей квартиры, ваших апартментов, всего чего угодно, где вы живете. Если пред вашими глазами лежит вещь, которая искушает вас, или стоит эта вещь, которая толкает вас на грех. Просто-напросто не проявите никакой жалости, будьте очень безжалостны в этом плане. Безжалостны к самому себе, безжалостны ко греху и к отношению Бога ко греху. Будьте такими, как Бог. Что нужно сделать? Это может быть что угодно, братья и сестры. Это могут быть книги, литература, это могут быть журналы, это может быть телевизор, это может быть компьютер, это может быть алкоголь, это может быть все что угодно. Если перед вашими глазами стоит или вещь, или лежит, которая искушает вас, и которую вы, Илья, собственными руками туда положили, то Давид говорит, я не положу этой вещи. Если это меня толкает на грех, соблазняет меня и искушает меня, я понимаю, что у меня нет силы часто этому противостоять, просто-напросто война. Объявите войну и выбрасывайте, уничтожайте, и вы посмотрите, как в вашем доме начнет светлеть, начнет светлеть. Когда человек покупает определенные вещи, а потом зависает там, а потом застареет там, с головой и ногами внутренностями и сердцем идет в погибель, а потом он ищет Бога и ищет пути непорочного, откуда его взять? Нужно от этой гадости, извините, избавляться из дому. Ее так много вокруг, мир лежит возле, и среди этого мира мы живем. И часто этот мир приходит к нам в дом, и мы сами его иногда приносим к себе в дом. Давид говорит, я буду ходить посреди моего дома непорочности моего сердца. Вот эту непорочность должна увидеть жена, муж. Вот эту непорочность родители должны увидеть наши дети. Что их папа не только стоит за кафедрой и проповедует, но что он так и живет в своем доме. Он так и поступает в своем доме. Он не грубит маме своей. Он не оскорбляет близких и родных, с которыми сосуществует в одном доме. Как часто, друзья мои, иногда, особенно это мужья, когда мы спихиваем наши обязанности на наши жен. И мы говорим, ты помолись там с детьми. Ты вот сделай то, ты почитай с ними, ты вот то. Я. Нет, это не их, это нас касается. Вот это наша обязанность. И дети должны видеть, что папа он любит Евангелие. Что папа любит молиться Богу. Что папа любит гостеприимным быть. Что папа любит общение. Что папа любит идти и бежать в церковь. И эти дети они должны это увидеть посреди дома своего. Если там совершаются жертвы приятные Богу, если там происходят вот эти мини-маленькие семейные собрания, на которых горит этот жертвенник, это если эти дети это видят слава Богу. А если этого нет? Если они видят, что мы двоимся, троимся или больше, мы стараемся только здесь, а дома можно не стараться. Нет, Давид говорит, буду. Если положить это в сердце своем, буду посреди моего дома ходить в непорочности моего сердца. Не тогда, когда мы вместе с детьми садимся и начинаем смотреть какой-то фильм или сами без детей. Друзья мои, я бы предложил сегодня, чтобы анализируя наши дома, мы могли избавляться от всей нечисти, что есть в нашем доме, что приводит, толкает нас на грех. Друзья мои, это очень важно. Ходить непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу предачами вещи мои непотребные. Дело преступное я ненавижу. Почему, друзья? Потому что его Бог ненавидит. И если мы Бога знаем таких, мы должны быть похожи на него. Потому что если мы все преступники пред Богом, то за преступников он сделался ходатарем. Наш Бог, мой Бог, ваш. Давид говорит, что не прилепится оно ко мне, потому что плохое оно все с клеем. Доброе нужно приклеивать, нужно прививать, нужно насаждать. Плохое оно само клеится. Его не нужно учить, потому что идет это от старой природы. Оно лезет, вот эти пагубные ростки с самого детства. Их нужно искоренять, обрезать, уничтожать. Это то, что имеет клей злое. И поэтому Давид говорил, что я ненавижу преступное. Оно не прилепится ко мне ничего, что является беззаконием перед Богом, не станет моим достоянием. Это непорочный путь. Давид говорит, что сердце разращенное, оно будет удалено от меня. Братья и сестры, это особая тема, это особый момент. Мы сейчас будем молиться Господу. Мне очень нравится выражение нашего бывшего пастыря нашей церкви. Он вечности давно. Он говорил так, братья и сестры, где сатана не может справиться сам, Он обязательно пошлет туда женщину. И это истина, которая работает на сто процентов. Эти люди, женщины, люди, они же тоже люди, правильно. Но, когда вопрос шел, Бог говорил, что у вас будет царь, и вы это сделаете, то вот просьба моя к вам. Не, пусть этот царь, он не умножает жен себе. Почему? Почему какая причина? Чтобы они не развратили сердце его. И однажды не послушался Соломон. И сделал то, что совершили потом с ним вот эти жены его. Развратили сердце человека, который принадлежал Богу до конца, что он начал быть идолопоклонником. И когда Давид говорит, что сердце развращенное будет удалено от меня. Друзья мои, сегодня этой нечисти вокруг сколько хочешь. И если мы ею пользуемся в нашем доме, да сохранит Господь. Особенно когда закрыты двери, когда родители или дети. Друзья, это домокло в меч, это пагуба последнего времени, через которую дьявол разрушает христианские семьи. Поэтому пусть Бог нам поможет пойти этим путем. Путем анализа своей жизни, путем познавания Бога, каком мой Бог, что Он предлагает для меня и как я должен это делать практически. Злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, да? Вы знаете, что сегодня все страдаем этим, да? Да. Тихонько сказать что-то на брата, на сестру. Нет, не в глаза. В глаза смелости не хватает. А вот тихонько можно по телефону кому-то еще куда-то. Но знаете, что является мерзостью пред Богом? Вот когда мы читаем книги притчей 6 главе там мерзость является тот, кто посевает раздор между кем? Между братьями. Это очень страшно. Очень страшно. Поэтому сохрани нас от этого Господь. Но это непорочный путь. Гордого и надменного очами сердцем я не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне и не будет жить и в доме моем поступающий коварно говорящий ложь не останется пред глазами моими. Может когда-то даст Бог жизнь. Мы продолжим наши рассуждения. Это хотел бы, чтобы это сегодня вошло на мое ваше сердце. Если мой Бог святой, если Он отдал своего Сына, чтобы я был свят и непорочен перед Ним, если сегодня я не являюсь таковым до конца пред Богом, и есть те вещи, которые конкретно мешают мне в этом, и если я не предпринимаю ничего со своей стороны и рассчитываю на Божье благословение, друзья, no way, так сказано по-английски, да? Никаких шансов. Бог обещает со своей стороны сделать то, что Он обещает для нас при одном условии. Если мы настроим наш разум, наш ум, наше сердце на размышления о Святом Божественном Непорочном и будем в этой Непорочности жить, в этой Непорочности ходить и сказать так, как Иов, доколе не умру, не уступлю. Аминь. не уступлю. Непорочности не уступлю. Непорочности